В эфире новости из Венгрии на канале М1, в студии Алена Миронова. Здравствуйте! О самых главных событиях прямо сейчас. Сегодня были обнаружены тела еще нескольких жертв кораблекрушения на Дунае. Тем временем прокуратура подтвердила, что капитан круизного лайнера за несколько недель до трагедии в Будапеште попал в аварию в Нидерландах. На этих кадрах видны последние минуты перед несчастным случаем. Огромный туристический лайнер моментально подмял под себя маленький прогулочный катер. Он ушел под воду за 7 секунд. Украинского капитана лайнера арестовали в субботу. Прокуратура сегодня сообщила, что сразу после катастрофы он стер некоторые данные со своего телефона. Пока неизвестно, что это были заданные. Это выяснится при дальнейшем расследовании. Тем не менее, тот факт, что он стер их и когда он это сделал, говорит о том, что его арест обоснован. Поскольку если бы он остался на свободе, он мог бы помешать дальнейшему расследованию, заявил заместитель пресс-секретаря. Прокуратура также подтвердила, что это не первый несчастный случай, в котором был замешан этот мужчина. Он управлял тем лайнером со 171 пассажиром на борту, который в конце апреля в Голландии врезался в нефтяной танкер, несмотря на многократные предупреждения по рации. Венгерские власти не прекращают поиск режев катастрофы в Будапеште. Весь южный отрезок Дуная находится под наблюдением. В среду ночью в Будапеште, в районе моста Свободы, был найден еще один труп. Полиция сегодня подтвердила, что мужчина был одним из пассажиров русалки. Он стал 16-й найденной жертвой катастрофы. 17-ю обнаружили сегодня у моста Ракуты. Новые тела были также обнаружены вечером у города Эрд и на Будапештском участке Дуная. Тела погибших обследуют специалисты двух стран согласно международным соглашениям в соответствующем институте университета Замывайся. Южнокорейский руководитель спасательной команды заявил, что если жертв не могут опознать по фотографиям, используются пробы ДНК, а также слепки зубов и отпечатки пальцев. Специалисты подчеркивают, что подобное расследование требует много времени, но в итоге можно опознать даже таких жертв, которые провели несколько недель в воде. На борту утонувшего судна находилось 35 человек, 33 гражданина Южной Кореи и два члена венгерского экипажа. Поставки газа из России в Венгрию гарантированы на следующий год, сообщил глава венгерского МИДа после своих переговоров с министром энергетики Российской Федерации в Санкт-Петербурге. Петер Сиярте заявил, что большую часть объема природного газа, необходимого для бесперебойной работы венгерской промышленности и отопления жилых домов, Газпром уже поставил в Венгрию. Министр также отметил, что будущее поставок газа через Украину остается неопределенным за неимением между Москвой и Киевом действительного договора по транзиту газа в Европу. Уже в этом году мы должны обеспечить прием того количества природного газа, которое бы прибыло к нам в следующем году через Украину. Этот процесс идет, и до конца сентября 2 миллиарда кубометров газа прибудет в наше подземное хранилище. Мы сможем использовать эти ресурсы в следующем году. Сегодня из Будапешта отправился поезд с венгерскими верующими на ежегодное паломничество на Пятидесятницу в Богородничное святилище в Шумуле-Чук, что по-венгерски Чикшомью. Этот год особенно значим для Трансильвании, ведь прошлые выходные Священную долину впервые посетил Папа Римский. Паломники прибывали на Восточный вокзал с большими сумками. За 16 часов они проедут 426 километров. Священники и монахи также едут в этом поезде, где есть и молельная комната. Верующие могут помолиться вместе. Всего на поезде в местечко Чикшомью едет около 900 человек. Среди них есть и молодые люди из детских домов. Для них очень важно пережить это чувство принадлежности к обществу. В полдень поезд приехал в румынский город Орадя. По прибытию люди пели и молились на перроне. «Это путешествие пронизано национальной сплоченностью. Мы очень тронуты, и это чувство нас каждый год тянет сюда снова и снова», — говорит паломница. 1 июня более 100 тысяч человек приехали в местечко Чикшомью на службу Папы Римского. С тех пор паломники непрерывно приезжают в это место. На берегу Балатона сейчас проходит международная встреча любителей и владельцев легендарного мотороллера Веспа. Помимо красочного парада и вечерних концертов, гостей ждет увлекательное путешествие в прошлое. В музее Веспы можно ознакомиться с культовыми моделями 1947-1970 годов выпуска. А в Кэтч Комедии вам расскажут о богатой 34-летней истории местного фестиваля анимационного кино. Посредством плаката вы проследите за развитием и масштабностью некогда небольшого фестиваля, на который сейчас съезжаются лучшие мультипликаторы со всего мира. Экспозиция продлится до 30 июня. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Мы ждем вас завтра в это же самое время. От лица нашей команды я желаю вам доброй ночи. Редактор субтитров А.Семкин